Я визажист, я буду говорить о коже лица и коже рук и продемонстрирую вам идеальный уход, который предлагает компания Фаберлик. Основа вашей профессии – это общение, а общение – это уверенность в себе и безупречный внешний вид. Здесь мы говорим об идеальной прическе для рабочего дня. Уход мы разделяем на домашний и салонный. В домашних условиях каждый день вы можете делать замечательный уход на основе кислорода, который предлагает компания Фаберлик, для того, чтобы прекрасно выглядеть. Вы можете распылять кислородный спрей на кожу своего лица, для того, чтобы возобновить яркость мейкапа и подарить своей коже заботу, да, такой секретный спам. Дневной макияж предполагает один тон. И этот один тон – это естественный оттенок вашей кожи. Выбирается он по оттенку цвета кожи на шее. Учитывая то, что у вас рабочая одежда белый верх, это логично. Тогда вам не нужно будет выравнивать тон по цвету шеи, и у вас всегда будет чистый ворот рубашки. Почувствовав усталость в области глаз, вы можете тоже в течение дня один или два раза поверх мейкапа нанести средство для кожи вокруг глаз. И еще один очень важный момент – это сыворотка для лица с эффектом сияния. Ну, во-первых, она продолжает этот волшебный кислородный уход и является идеальной основой для мейкапа в виде тонального средства или пудры. Наносить ее тоже лучше кистью. Сразу хочу вам сказать, что в дневном макияже самое главное – отсутствие матовых текстур. В природе вообще матовых поверхностей не существует. Чем больше глянца, не блеска, а глянца в вашем макияже, тем роскошнее выглядит в целом ваш образ. И, конечно же, архитектурой лица являются брови. Это такая важная надстройка. Брови поддерживают эмоцию. Более того, брови – ухоженные брови, густые брови. Это 90% макияжа глаз. Брови сами по себе организуют так область глаз, что вам не нужно ничего больше туда добавлять. Вы должны сделать акцент на источнике информации. Если вы говорите с клиентом, у вас должны быть не активные гуглы, они не должны быть акцентом, но они должны быть обозначены. Потому что взгляд всегда фиксируется на акценте. Тогда ваша информация будет точно донесена. И меньше акцента в макияже глаз, потому что внимание будет перенесено на глаза, и информация воспринимается гораздо хуже. Поэтому открытое лицо румяна, доброжелательный вид. И сакцентированные губы для того, чтобы ваша информация точно была донесена до вашего собеседника. Мы без труда узнаем всех медийных лиц абсолютно спокойно. Потому что у них есть понятие работы на сцене и во всеоружии. И есть понятие неработы, где они совершенно в другом образе. Поэтому это же очень интересно придумать, создать вот этот красивый образ для работы, чтобы потом позволить себе распустить волосы вечером, поменять помаду, сделать ярче цвет теней в глазах. Вариантов много. Просто позвольте себе быть на работе в одном состоянии, вне работы в другом. И не совмещать эти два состояния. Все мы понимаем, что природа нам подарила разные волосы. Самое важное, чтобы наши волосы всегда выглядели красиво, хорошо и ухоженно. Если мы говорим о домашнем уходе, то это у нас обычно шампунь и бальзам. Бальзам наносится у нас после помывки шампунем. Самое главное, на прикорневую зону наносить бальзам нельзя. У нас забиваются поры, тем самым у нас волосы начинают грязниться быстрее. Поэтому лучше всего наносить шампунь на прикорневую зону, отступая где-то примерно 5-7 сантиметров. В компании Фаберлик есть несколько расчесок. Самое элементарное у нас получается рыбья кость. Ей можно как сделать прикорневой объем. Вот, собственно говоря, также можно проработать полностью длину волос. Вторая, так сказать, у нас получается массажка. Точно так же разглаживает волосы, расчесываетесь. Ну, спокойно они не путаются. И третья, брашинг, который мы можем точно так же разглазить в полотно волос, либо придать им какое-то движение, какую-то текстуру. Если мы используем какие-то укладки с выдержкой локонов, с каким-то прорисовкой локона, то можно использовать гиль, но самое главное не переборщить. То есть он имеет такую склеивающуюся текстуру, которая склеит ваши волосы. Да, и лучше наносить небольшое количество на ладони и распределить там по волосам. Палочка-вылчалочка, фаберлик-шампунь. Сухой шампунь, да. Сталкивались, наверное, у кого-то есть, да, такие тоже секреты. Если вдруг вовремя не успели привести себя в порядок, то это здоровская штука, которая вам поможет в этом. Маски можно носить тоже на прикорневую зону, но самое важное не чаще, чем раза в неделю. Очень важно, чтобы у нас было открытое лицо. В любом случае открытое лицо, оно располагает к общению. Это очень красиво, достойно. У всех у нас есть канцелярские резинки. Мы сделаем хвост из невидимок, двух невидимок и резинки. Просто эта фиксация хвоста именно та, которая продержится в течение дня и очень долго. Потому что нам очень важно, да, чтобы мы сделали прическу. Все это с прической проходили до конца рабочего дня. И она затрачивала минимум времени для того, чтобы можно было ее поправить или дополнить чем-то. И заводим сверху вниз, снизу вверх. Но, понимаете, да, у нас уже здесь идет резиночка, которую мы можем спокойно зафиксировать и спрятать прядью, которая у нас берется из хвоста. Просто перекручивая прядью. Также для того, чтобы он зафиксировался лучше, и держался, мы заклеиваем лаком именно в то место, где мы вставили шпильку. Если мы говорим про выпрямление пряди, да, обязательно мы сначала расчесываем голову. Затем берем прядь небольшой толщины, прочесываем ее и заводим аппарат. У нас обязательно должен быть после расчески. и проводим по волосам. Тем самым у нас расчесывается прядь, и не путаются волосы, и не ломаются. Легкая фиксация. Опять же, волосы у нас убраны от лица, не попадают в глаза, и в течение дня вы можете спокойно работать с клиентом. Да, опять же, у нас максимальная открытость, да, и общение с клиентом, и оно располагает в любом случае. Когда у нас лицо открыто, они спрятаны за волосами. Пиратодан начинается с тебя! Продолжение следует...